По данному ходатайству я хочу сказать, что недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени К сожалению, справа я не успел получить, поскольку проходил обследование неофициально Тем не менее, я принимаю необходимые лекарственные препараты, принимаю 3 минуты Поэтому, естественно, мне бы хотелось находить днева пресечения в качестве домашнего лица Кроме того, я хочу подчеркнуть, что заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей Оно изменит и откровенно смешно Считываю, что я находился в обедского мира, в розыске интерпола Поскольку я отслужил жарский, так называемый, фигурнал решение, за которое влияние пресечения между границей Подвиженному заключению за преступление, которое я не совершал Соответственно, следователь, как офицер запаса Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Я ни в коем случае не собираюсь и согласен по следствию И готов отстаивать свои права в суде, который был вызван пока не необходимой И тогда будет необходима запомнить людей В данном отношении я полностью поддерживаю государственных своих адвокатов И прошу суд учесть, что я в течение 9 лет постоянно проживаю в Москве Никогда не сказал, как органы в Федеральной службе безопасности Или от других прооружений в органах Российской Федерации Игорь Иванович Стрелков с начала СВО Когда она пошла не по плану И наши бойцы, наши братья стали гибнуть В результате неверного планирования, неверной оценки боевой ситуации Десятками тысяч Я свидетель до этого всего, я с первых дней участвовал в СВО Игорь Иванович всегда подвергал критике обоснованной действия руководства Министерства обороны Я прошу чуть-чуть Думаю, дорогу уступит, молодой человек все раз назад повернулся Презупреждения было Пойдемте А почему так происходит? А это что он Павел Губарин? Спросите, спросите, вот за что он отвечает Павел Губарин Павел как? Павел Губарин Павел Губарин Павел Губарин Павел Губарин Прошу вас с вами, пожалуйста Павел Губарин Павел Губарин Знаете за что? Не Я первая заметь не надо вот обратите внимание до вас мужчина был взрослый и солидный без всякой политики без ничего со мной пожалуйста я думаю что правосудие к сожалению в нашей стране в очередной раз не восторжествовала и Дмитрий Иванович бы перевернулся в гробу если бы сегодняшнее решение удалось сегодняшним решением вы понимаете о ком я говорю надеюсь все понимают о каком Дмитрий Иванович я говорю обжаловать будем обжаловать это решение но на мой взгляд абсолютно неправосудное нарушен был ключевой принцип состязательности сторон в уголовном процессе потому что вот это скороспелое решение которое было вынесено оно не позволило защите предоставить убедительные доказательства того что ну я по привычке называю Игоря Ивановича извините меня хотя он Игорь Вселочкиркин да не было предоставлено возможности защите предоставить доказательства того что ну во-первых у Игоря Ивановича есть определенные скажем так проблемы со здоровьем во вторых он мог предоставить и поручителей и мы могли собрать характеризующий материал если бы нам было предоставлено время для этого к сожалению судья нам это отказала ну будем продолжать бороться в апелляционной инстанции я говорил об этом сегодня в судебном заседании два поста 25 мая наверное все желающие могут с ними ознакомиться один касается крымской проблематики другой касается проблем со снабжением военнослужащим насколько я помню в 105 и 107 десантный полк и 280 часть 2 экстремистская деятельность есть материалов дела заявление неких возмущенных граждан ну зачем я думаю что один из Крыма другой из Белгорода они якобы прочитали впечатлились ужаснулись вот и все пока миг этой недели не пьет нет я член клуба рассерженных патриотов Павла Губриева задержали клуб рассерженных патриотов объявляет публичную политическую кампанию в защиту политзаключенного Игоря Ивановича Стрелкова мы будем добиваться его освобождения всеми законными средствами спасибо большое что пришли кто может поддержать Павла Губриева задержанную девушку будем очень благодарны клуб своей деятельности не собирается приостанавливать и относится центральным тем для нашей деятельности будет как раз вопрос защиты Игоря Ивановича Стрелкова спасибо Скажите пожалуйста можно рассчитать его политзаключенным Мы считаем его политзаключенным потому что Игорь Иванович Стрелков привлекается по политической статье и то что ему вменяют насколько мы знаем по материалам которые есть в открытых источниках это слова в нашей стране Уже так часто за последнее время мы помним дело Владимира Васильевича Ковачкова привлекают людей как раз за слава Мы считаем это недопустимо мы считаем Игоря Стрелкова политическим заключен Он добиваться его освобождения Своботу! 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 Своботу!爸! Своботу! Своботу! Встрелоков! Почему именно сегодня вот это произошло то есть уже продолжительное время он рассказывал свободной ничего не было и только сейчас взяли. Впереди выборы. Мне кажется, что влияние Игоря Ивановича Струкова на информационное пространство и отставы России очень серьезным. Думаешь, поисковое руководство в нашей стране или кто-то из каких-то там кремлевских башен, не знаю, что, решили, что необходимо ликвидировать информационный город Струкова инфраструктуры, главные исследования, готовы спецоперацию, специальную военную и социальную операцию, которую сегодня произвели. В пятницу с утра, соответственно, чтобы никто не мог собраться. И на том числе сторонники собрались. Я думаю, что остальные заседания суда, которые будут, будут еще больше сторонников, больше людей проходить. Но сейчас, повторюсь, и сейчас никому нельзя быть равнодушным. Нам необходимо справедливость, справедливость, оправдываться. И в этом отношении судьбы все логично. Я его здесь поднял, потому что мы все поддерживаем российскую армию. Я был в зоне своего, не как военный, но я был там еще год назад. И я поддерживаю российскую армию. Но такими методами мы не были. И последних честных людей, которые честно говорили, так с ними происходят. А что произошло? А куда я его веду? Свободу! 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 К 써то! Редактор! Свободу! 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 И так же, неправда! Свободу-истая H Если это экстремизм, я не знаю, а что тогда потерять? Вы знаете, я просто видел, как кончался Советский Союз. Мне 57 лет. Я видел, как проходила в упадок власть КПСФ. Вы знаете, я сейчас страдаю просто дежавю. Чувство дежавю, понимаете? Только сейчас в более концентрированной форме. Я не хочу еще раз переживать новый 91-й год. Просто мы в тот момент оказались оглушенными, не знали, что делать и прочее. То, что происходит сейчас, к сожалению, пробуждает во мне не очень хорошие ассоциации. Естественно, вводится военная позиция, вводится война. Создается Государственный комитет обороны. О чем Стрельков все время говорил, кстати. Вводится Государственный комитет обороны. Вводится порядок военного закона и военного времени. Если твоя страна воюет, простите, никакой антивоюющий. Мы, соответственно, что такое КРП? Мы сторонники как можно более быстрой, бескровной победы. Понимаете? Не вот этой войны на измор, на истощение, которая убивает наш народ, на самом деле. Потому что наш народ находится по обе стороны фронта. Малороссы, украинцы, русские. Мы всегда говорим, что нужно наименьшее кровь. Почему выступали именно за быстрые молниновские операции. Стрельков, он фанатик военного дела. Он не профессиональный, казалось бы, военный. Но он о военном деле знает больше. Он прошел на практике. Фабель, вы Meyer, madre, со спины. Никто, вы меня пригласили. Продолжение следует... Мrants решения Согналчатán